Добрый день, дорогие кировчане! А ну-ка, давайте пободрее! В студии Эхо Москвы в Кирове спортивная передача 3-4 и мы ее ведущие Светлана Удельная и Светлана Медведева Всем здравствуйте! И сегодня мы решили посвятить этот эфир спортивной школе Спортивной школе, специализированной детской и юношеской спортивной школе Олимпийского резерва номер 1 Почему выбрали такую тему? Давайте поясним Дорогие друзья, во многих школах, наверное, уместен такой лозунг Путь в спорт начинается здесь Это действительно правда Какие бы ни были спортивные организации Спортивные федерации, спортивные клубы, игровые команды Путь спорт начинается все-таки в спортивной школе И то, что сегодня у нас здесь в студии Лучшие представители с дюшер номер 1 города Кирова Это совершенно оправдано Потому что это, без сомнения, не только старейшая, но и лучшая школа нашего региона Светлана, разреши я представлю директора Потому что для меня это очень-очень уважаемый, знаковый человек В нашем спортивном сообществе В сообществе директоров спортивных школ Вряд ли найдется еще такой более маститый и опытный человек Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Евгений Ефимович Зыков Добрый день Здравствуйте Здравствуйте И также у нас сегодня еще гость Елена Журавлева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Здравствуйте Здравствуйте И Илья Кузнецов, тренер, преподаватель отделения баскетбол Добрый день Слушатели, мы в эфире в нашей программе 3-4 уже говорили про ГТО Говорили про доступность массового спорта О чем мы еще говорили? Мы говорили Про спорт для людей серьезного возраста Да, элегантного возраста Говорили, мы также приглашали в гости юную звезду спорта на минувшей программе И мы также решили, что периодически мы будем приглашать представителей тех или иных спортивных школ Но не пригласить в первую очередь именно эту школу мы не могли Потому что недавно школа отметила юбилей 80 лет Да, ровесница Кировской области практически Или даже постарше? На три месяца постарше Постарше на три месяца, чем Кировская область Евгений Ефимович, знаю, что к празднику готовились очень долго, очень серьезно Расскажите, как прошел праздник? Давайте с этого начнем Праздник прошел в Драмтеатре 3 октября Прошел хорошо, отзывы хорошие Много было родителей, много было выпускников прошлых лет Много было ребятишек с родителями В общем, Драмтеатр был заполнен Все хорошо И вас можно поздравить Вам вручили знак заслуги перед гордым Поздравляем Спасибо большое Я думаю, что это не только знак мне Это знак всему нашему коллективу Даже больше педагогическому, наверное, сообществу Тем, кто причастен к работе в школе И родители, и дети Особенно дети Потому что если бы не их успехи Мне бы, наверное, не было Вручена эта награда Но вы не скромничайте Все-таки 20 лет возглавлять Одну из лучших школ Не только региона Одну из лучших школ Российской Федерации Это очень нелегкий труд Поэтому это заслуженная ваша награда И мы вас от души поздравляем А вот ты из спортсменов прошлых лет Кто самый знаковый присутствовал На ваш взгляд на этом вечере? Светлана Суворова Заслуженный мастер спорта Чемпионка мира Она работает у нас в школе И хорошо работает Она была... Семь мастеров международного класса были у вас? Мастеров международного класса у нас десять Сейчас я не могу на память вспомнить кто Потому что такое движение было Да, действительно И поэтому я сейчас... Ну, была Тимкина Была Аня и Ирина Бонтюхины Точно помню, целовался Здорово Кто еще, не знаю На память не помню Я на прошлом юбилее была Это всегда очень душевный праздник Вот что отличает настоящий педагогический Коллектив и настоящую школу От просто школы Это то, что действительно работает коллектив И все чувствуют себя настоящей семьей Вот у вас это очень выигрышная линия Которую вы избрали как руководитель Вот Елену хочу спросить Вы, наверное, не так давно Потому что вижу новое лицо для себя Не давно Нет, в школе она давно Она выпускница нашей школы Поэтому она традиции знает Она участник этого сообщества Ну и как вам в роли заместителя и директора? Мне все очень нравится Что-то новое для себя Какое-то развитие, шаг вперед А вы сами Какое спортивное направление у вас? Я чем занималась? Я мастер спорта по художественной гимнастике Здорово А на сегодняшний день Какие виды спорта у вас в школе? На сегодняшний день у нас 4 вида спорта Спортивная акробатика Прыжки на батуте и акробатической дорожке Баскетбол и художественная гимнастика Давайте сразу слушателям расскажем Куда можно привезти детей Потому что когда слушают про спортивную школу Очень хочется людям знать, где это Да, и если у слушателей возникают вопросы Вы можете к нам дозвониться По номеру 211-101 и попасть в прямой эфир Итак, куда приводить детей? Значит, 3 адреса 3 здания У нас в школе это Пятницкая 2А Солнечная 25 и Солнечная 25В И какой вид спорта где занимается? На Пятницкой 2А занимается художественная гимнастика На Солнечной 25 спортивная акробатика и прыжки И на Солнечной 25В баскетбол Насколько я наслышана Именно такой вид спорта В котором у вас больше всего У ваших спортсменов успехов Это акробатика То есть это ваш конек такой Да Наиболее значимые результаты Конечно, в спортивной акробатике Самое славно А есть в других школах у нас акробатика Или именно вот это является лидером? Акробатика есть в других школах Акробатика есть в Дюшор номер 8 Города Кирова Акробатика есть в спортивной школе города Слободской Есть в Вятских полянах Парно-групповой нет В Вятских полянах есть в Котельниче и в Орлове А то есть парно-групповые Есть еще прыжки на батуте В Восточном Амудинского района Ну И в Вятских полянах Вот прыжки там тоже Да, да, да Вот я бы так сказала Были такие времена Когда пары ведущие Появлялись и в восьмой школе И в Слободском Но первая школа Она всегда отличалась Не только тем Что она готовила лидеров В чисто спортивном варианте Так скажем Это своеобразный методический центр Развития акробатики В Кировской области Поэтому без сомнения Эта школа Носит звание лидера Абсолютно по праву Вот так посчитать Может вам Ну мне Мне Судить Как-то Не совсем Я не знаю Но да К нам обращаются Мы помогаем Пожалуйста Приходите Наверное Такие показатели Я могу ошибаться Но насколько я помню Весной Мужская пара Стала первой На первенстве мира По спортивной акробатике Ваши же Поспитники Наши ребятки Так что Что здесь скромничать Когда есть Такие результаты Значит Вот в нынешнем 16-м году Наша мужская пара Победила на первенстве мира В своем возрасте В прошлом году На чемпионате Европы Два наших состава На чемпионате Европы Среди юниоров Два наших состава Стали серебряными призерами Это четверка И женская тройка Поэтому Вот такие результаты Да Отлично Ну Художественная гимнастика В отличие от акробатики У нас представлена Во множестве школ Там соперничать Труднее Но Первая школа Все равно Умудряется И в художественной гимнастике Показывать свое мастерство Я сегодня с удовольствием Посмотрела журнал 80 лет Первой спортивной Как мы все привыкли ее называть Без дополнительных каких-то Потому что сразу всем ясно О какой школе идет речь Елена Вот вы представитель Художественной гимнастики На сегодняшний день Как в вашей школе Обстоит дело с этим видом спорта Как вы сотрудничаете Может быть с другими школами Участвуете ли в групповых Каких-то композициях Последнее время Кировская область Преуспела в этом направлении И может быть что-то Расскажете О тех Кто в вашей школе тренировался И сейчас может быть достиг Огромных высот В других городах Вот мы хотим сказать Про Хонину Полину Буквально 27-28 ноября 16-го года В городе Пенза Прошел Кубок России И Хонина Полина Воспитанница нашей школы Первый тренер Коданева Наталья Заняла первое место Это впервые Как бы вообще в истории На Кубке России Победила Кировская гимнастка Ну это действительно Серьезнейший результат Потому что нужно понимать Что такое художественная гимнастика Ну во многом наверное Благодаря ресурсу Ирины Санны Винер Этот вид спорта Доминирует Россия во всем мире Практически в каждом городе В каждом регионе Есть несколько школ А золотая медаль Она всего одна Поэтому это действительно Ну реально выдающийся результат Расскажите Много ли спортсменов Сейчас уезжают И удается ли вам Акробатов оставить здесь Тренироваться До самых высот Их результатов Значит у нас Занимается Акробатикой Порядка 500 человек Есть ребята уезжают Есть остаются здесь Учатся Приходят работать тренерами Возвращаются в родную школу Значит Хотелось бы сказать Вот буквально сейчас Соревнования идут Всероссийские сердца 4 Приезжал Наш выпускник Николай Васенин Он в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде До Васенина На Акробатике не было Сейчас он Открыл там Ну не отделение Он Индивидуальный предприниматель Тренер Открыл федерацию Приезжает Спрашивает Советуется Значит Я думаю Что Акробатика В Нижнем Новгороде Благодаря нашему выпускнику Будет И будет сильная Он занимался В четверке Сам мастер спорта Я хорошо его помню Он начинал Кстати с плавания А вот этого Я не помню А вот это Помню я Так что Это тоже Ему послужило Хорошим подспорьем Я надеюсь Ну молодец Ну молодец То есть Вот То что Выпускники Находят себя В жизни Это тоже Отличительная черта Первой Спортивной То есть Там Суть работы Строится Еще раз говорю Не только На получении Медали Там ребят Воспитывают Там ребят Учат Там ребят Готовят К жизни Во всех смыслах Этого слова Вот человек Сориентировался Как можно Свои знания Применить в жизни И на сегодняшний день Начиная с бизнеса Он без сомнения Поднимет Акробатику В Нижнем Новгороде Мне хотелось бы Поговорить еще и Про юных спортсменов Про самых-самых Маленьких Которых еще только Родители Приводят к вам в школу Какое направление Больше всего Пользуется популярностью Художественной гимнастики И насколько я знаю В этом году После Олимпиады Наверное Детей еще больше Да Сколько пришло Так Пришло порядка Ну я думаю Зачислили мы Наверное Человек 100 точно Зачислили То есть пришло еще больше Конечно Был определенный отбор Ну дети сами немножко Сначала родители хотят все Приходят все и много Потом проходит Неделя месяц Дети сами отсеиваются Подходит следующее поколение Как бы идут Ведут И вот постепенно Такое Как бы ротация Идет в течение Года С какого возраста Набираете С 5 лет Тут у первой спортивной Неоспоримое преимущество Перед остальными Это все-таки Выгодное Географическое положение В самом центре города Это важно И Талантливые тренеры Которые работают С малышами Кто у вас На сегодняшний день Вот на самых-самых Маленьких Лялина Татьяна Татьяна Алексеевна Ну тем более Ну тем более Могут заинтересовать Кстати вот Евгений Ефимович Как вы считаете Оправдано ли то Что Тренеры Очень часто Работают бригадой Как вы считаете Кто-то вот На мой взгляд Кто-то способен Именно работать С самыми малышами Кто-то Готов Готовить Среднее звено Ну а на мастерстве Это уже Штучный Тренерский товар Да Это чисто Индивидуальные Какие-то психологические Особенности Тренера Человека Поэтому Кто-то на маленьких Любит работать Вот Ходить за ними Как За собственными Детьми За собственными Да Детьми Кто-то любит Работать на среднем звене А кто-то Только со старшими А с маленькими Не получается Ну а у вас Как построена работа Ну например В художественной гимнастике Как-то бригадный метод Или Все-таки Есть Тренеры Которые От начала И до мастерства Ведут У нас есть И так и так То есть Есть тренеры Которые Делают сами набор И ведут детей До уровня Ну до мастеров Спорта А есть тренеры Которые работают На начальном наборе Допустим Доводят там До определенного Уровня Гимнастику Там в 10-летнем возрасте В 9-летнем возрасте Передут более старшим И опытным тренером Ну у нас Это идет Все как бы Как сказать На пожелание То есть В приказном порядке Никто не отобирает Никто ни у кого Ребенка Не выцепляет Из групп То есть на добровольных Началах Коллектив Сформирован И внутри себя Тренерский совет Решает Все налажено Как лучше Мне хотелось бы Выстраиваем Выстраиваем Какую-то Свою цель Свою идеологию В плане В плане работы То есть наоборот И общего коллектива Я говорю сейчас Именно тренерского Баскетбольного Коллектива Поэтому Результаты Баскетбола По количеству Немножко меньше Всегда Чем в акробатике Да И в художественной Гимнастике Ну Не могу пока Мы пока не можем Объяснить В чем причина Не скажу Что у нас Мало людей Мало детей Да Но конечно Мы бы хотели Побольше Потому что Они высоких Их счет Да Мы все-таки Пытаемся Ну вот Как у нас происходит То есть в первую очередь Мы конечно Сначала мы Набираем А уже потом Мы конечно Начинаем В течение времени Отбирать Почему Потому что У нас вид спорта Такой скажем Долгоиграющий И чаще всего Что дети Которые перспективные Талантливые Они начинают Себя проявлять Уже в более старшем возрасте То есть Это к примеру В 15 В 15 лет Да Он начинает себя проявлять И это уже давно В нашем виде спорте Это уже давно доказано Что дети Которые Они скажем так Доходят головой До этого всего Да Не за счет Какой-то физической силы Или да Физических навыков А вот именно Проходят через голову Через трудности И они потом И становятся Серьезными мастерами А тренировать В каком возрасте Начинаете Ну Набор у нас идет С 6-7 лет И девочки и мальчики Да Девочки и мальчики Причем мы вот Уже второй год Проводим такую Так скажем У нас уже так принято Что мы Ведем смешанную группу Смешанную То есть Вместе и девочек И мальчиков То есть У нас нет такого разделения Во-первых Почему Это удобно Мы не занимаем Скажем так Время в зале Потому что Если делить Девчонок приходит Скажем сразу меньше То есть Они Большинство Сначала девочек Уходят в художественную гимнастику Потом они начинают Переходить к нам в баскетбол Поэтому мы сначала Собираем их вместе Ну и скажу Больше их учить Бросаем в обруч И еще что То есть Такая идет работа Самое главное В начальном Да В начальном этапе Я считаю Что это даже не то Что нужно научить Бросать в кольцо Нужно сначала Чтобы он полюбил Этот фитспорт Чтобы ему это понравилось И научить Скажем так Базовой технике А потом уже В дальнейшем Мы начинаем Со старшего возраста Когда у них появляются силы Мы уже их учим Бросать в кольцо Я как человек Абсолютно далекий От баскетбола Честно сознаюсь Не так давно Я была на соревнованиях Кто пособенно у себя ведут Поэтому Ну кто не бывал Побывать Это действительно Того стоит А вот родители Которые допустим Чаще всего Ездят на соревнования Всегда присутствуют И вот мы их приглашаем Допустим Можете сходить Посмотреть На команду Студенческой Баскетбольной лиги И когда они туда приходят И потом Задаем их вопрос Как вообще игра Они говорят Это совершенно Другие эмоции То есть дети Это так скажем Они естественно Себя там ведут То есть они Они играют Своим желанием Они играют Своим Ну то есть Они хотят себя проявить Показать У них нет такого Что у меня что-то болит Я там сегодня не пойду играть Нет У них главная цель Это победить А как понять Вот твоему ребенку Шесть лет Получится у него Баскетбол или нет То есть все равно Нужно смотреть По росту Не обязательно Сейчас Баскетбол Настолько Скажем так Развивается Настолько шагает вперед Что сейчас Даже уже пропадает Такая позиция Как высоких игроков То есть сейчас Нужны универсальные игроки То есть не обязательно Мальчик должен быть Ростом За два метра Сейчас это уже Так скажем Это уже не модно То есть на данном этапе Мы берем абсолютно всех А вот сейчас Вот средний рост Успешного спортсмена Какой? Ну баскетболиста Хороший рост Это 195 сантиметров А если девушка? Ну 187 186 Душительно А мне вот интересно Хорошо Кольцо Бросаем в обруч А мячики Для таких Конечно У нас постепенно Мы доходим До большого мяча У нас есть Три вида Скажем так Разновидности мячей Это мяч пятерка Мяч шестерка И мяч семерками Семерками играют уже взрослые Скажем так Профессионалы Поэтому в начальном этапе Когда дети приходят То мы занимаемся пятерками Но есть же еще теннисные мячи Есть еще меньше мячи Поэтому иногда Для детей Мы просим родителей Чтобы у нас появились Такие данные Ну и занимаемся с ними То есть Поэтому я думаю Что Не сложно им Пятерка такой мяч Что им в принципе удобно Давайте Остановимся на Тех данных Которые Родителям Следовало бы Заметить В своем ребенке Чтобы отдать В гимнастику Например Например Ну во-первых Нужно знать С какой целью В гимнастику отдать Чтобы побеждать Конечно же Все родители Нет Многие родители Наоборот Сейчас такая тенденция Пошла Чтобы наоборот Девочку Чтобы она была красивой Внешне Осанка Походка То есть Вот сейчас Наверное Последние года Пошло наоборот Ориентироваться на это И когда начинаешь Говорить Например А что бы вы хотели Многие говорят А нам результата не надо Для общего развития Получается Да Для общего развития И поэтому Для общего развития Тут нет таких критериев Кого отдать Мы берем всех девочек Но тренер так или иначе Все равно заинтересован Чтобы оставить самых талантливых Конечно На что смотрят Смотрят на фактуру Кузенькая Чтобы была На мордашку Тоже смазливая Да Обязательно Да Качество Качество спортивное Характер Характер Ну вот например Когда я работала на наборе На девочках Я всегда смотрела на глаза Блеск в глазах Для меня это все Я в девочку просто влюблялась Чтобы были вот именно любопытные И блестящие глазки Какие это тесты на гибкость Там на координацию Проводятся при поступлении Ну При отборе уже на более высокие Там Конечно Гибкость Стопа У нас самое главное И растяжка Кому-то дано Кому-то нет Да А в акробатику А в акробатику Ну наверное Те же самые Характеристики Координация Потому что Баланс Балансовое упражнение В стойках Которые выполняются Координация должна быть Очень хорошая Ну и в альтиш Тоже самое Координация Самое главное Характер Ну и характер В ребенке Характер Это все В акробатике Мне кажется В любом Ничего не боятся Вы знаете Маленькие дети Они все Вообще ничего не боятся Чем меньше ребенок Тем меньше боится Поэтому и в спортивную Гимнастику берут Маленьких детей Потому что они Легко идут На двойное сальто Хотя они Не могут сделать Даже ни одного Поэтому Вот наши Наши виды Сложно технически Очень Долго надо Ребенка готовить Для того Чтобы он Что-то сделал Потому что Техника Очень сложная И в баскетболе То есть Ребенок должен быть Очень хорошо Координирован Потому что Работают руки Ноги Туловище Там надо еще Хитринку иметь Да Хитринку Хорошая То есть Первым делом Вот мы когда Смотрим Когда ребенок Приходит Да Это конечно Его двигательная Активность Вот когда он Заходит в зал Вот у меня Было Тоже много Таких примеров Ребенок забегает И все Он просто Его не остановить Он как электровеник Вот Или с такими криками Что вот это зал И побежал Пока он все углы Не оббегает То есть Вот это самое главное Сразу понимаете Подходит Да И действительно Очень важен характер То есть без характера Дальше в спорте Практически невозможно Когда он готов Через себя Переступать Пререзнемогать Да какие-то там Трудности Вставать там Рано на тренировку И идти То есть Несмотря ни на что Это вот самое главное Конечно А вы выпускник Этой школы тоже Нет Нет Откуда вы Начал я заниматься Еще в городе Кирово-Чапецке Мой тренер был Заслуженный Тренер Советского Союза Александр Иванович Бешкарев Вот В дальнейшем В 10 классе Я сюда перебрался Уже в спортивную школу Мы учились Точнее в спортивном классе В 31 школе Нас создали Да Такой класс Мы занимались В прогрессе И в 11 В 11 классе Я вот попал В профессиональную команду Еще тогда существовала Команда Академия Глобус И вот Моя началась Такая спортивная карьера После этого Скажу честно Я всегда мечтал Быть тренером А то есть У вас не произошел Этот переломный момент Который бывает Иногда у спортсменов Когда ты вроде Хочешь и сам побеждать Но возникает Уже мысль Может быть Уйти в тренерскую работу Нет Там произошла Другая ситуация Произошла Скажем так Травма Которая Повлекла за собой Переход От игрока В тренер Но По настоящему Тренером Начинаешь болеть Когда ты Видишь Действительно Глаза Детей Когда они Хотят Когда они Жаждут Результата Когда им Хочется побеждать Они Действительно Относятся Просто Могу сказать Что Я занимаюсь Ребятами 2004 года Рождение И как раз На этой Команде Мы открыли Спортивный класс Они занимаются Восьмой школе У нас Два раза в день Тренировка Первая тренировка Они начинают В 7.30 утра Вот И представьте Если мальчик живет В Коминтерне Что значит Вставать И приезжать туда На тренировку Конечно Ты уже приходишь И ты уже Не думаешь И относишься К ним уже Конечно Как к профессиональным Спортивным У нас еще один Мальчик из Бахты Есть Я его часто встречаю На остановке У нас Вообще Вот эта группа Ребята У нас Вот один мальчик У нас из Коминтерна Один из Радужного Один из Бахты То есть они приезжают Встают Ну вот Мама вот как раз Про мальчика из Коминтерна Как рассказывать Ну встал Никого не будет Приготовил завтрак Сам Сам себе И пошел на тренировку Да Поехал на тренировку Вот это поколение Я тут для себя Услышала еще Очень интересную вещь Спецклассы Это Ну высшая форма Организации работы На сегодняшний день Кроме вас Наверное Никто не работает В этом направлении К сожалению Я Не могу сказать Никто я Мониторинга не делал Но Игрокам Игровым видом спорта Спортивный класс Просто необходим То есть двухразовый А послушателям Что это Как эта работа организована В восьмой школе Мы открыли Класс В который Собрали Спортсменов Которые Хотят Заниматься Баскетболом Именно этой школы Нет Нет Мы со всего города Из Бахты Из Коминтерна Отовсюду Собрали Этот класс был Сделан после того Как Дети Позанимались Уже Три года То есть это уже Прирученные Приученные Отобранные Отобранные Да Вот И договорились С управлением Образования О том Чтобы Организовать Этот класс Директор Общеобразовательной Школы Управление Образования Нашу инициативу Поддержало И мы Такой класс Открыли На будущий год Мы обязательно Будем открывать Еще один класс На базе Этой же школы Потому что Очень удобно Рядом школы Расположены Общеобразовательная И наша Для того чтобы Дети могли успевать После уроков На тренировку Или после тренировки На уроки Это на самом деле Очень удобно Сейчас Большинство Общеобразовательных Школ работают Исключительно В первую смену Поэтому Спортивные Объекты В первую Половину дня Простаивают Во вторую Половину дня Они заполнены Просто до отказа А когда Организован Спецкласс Для него Делается Особое Расписание В общеобразовательной Школе И это Позволяет Тренироваться В удобное Время И когда Приходит время Тренироваться Два раза в день До школы И после школы Таких детей Наверное От физкультуры Освобождают Образовательные Нет Давайте не будем Путать Детская Спортивная школа Это не школьное Учреждение А школа Это Это программа Это Стандарты Стандарты Образовательные Поэтому Если мы Освобождим Освобождим Наших Детей От Уроков Физкультуры То они Не получат Теста зрелости Светлана Так Вы же Посол ГТО Есть Такое Как можно Освободить От физкультуры Нет Конечно же Я такой ответ И хотела Услышать Уходим на рекламу Скоро вернемся Мы Мы говорим Мы говорим Сегодня О спортивной школе Студия Эхо Москвы в Кирове, спортивная передача 3.4. Дорогие друзья, сегодня крайне интересный разговор с представителями первой спортивной школы города Кирова, лучшей школы в Кировской области и одной из лучших школ в Российской Федерации. В школе недавно исполнилось 80 лет. В школе 4 вида спорта, акробатика, прыжки на акробатической дорожке, гимнастика художественная и баскетбол. Мне хотелось бы узнать, а есть ли желание, есть ли возможность открывать другие направления? Если будет построен еще один спортивный комплекс, мы откроем и будем развивать все. То есть желание есть? Желание есть. У нас не хватает площадей, спортивных площадей. Мы за малый зал в новом спортивном зале боремся. И баскетбол, и художественная гимнастика, и акробатика. То есть скручиваем, раскручиваем ковры, неудобно. Но тем не менее, вы понимаете, и дети хотят. Не всех можем взять. Лучше, конечно, построить. Да, это действительно лучше, но думаю, что какая-то пауза будет в этом направлении. Но слава Богу, что в хорошие благоприятные годы первое спортивное не осталось в стороне, и был построен спортивный комплекс. И все-таки вот тот зал, который на Пятницкой тоже достался по заслугам спортивной школе. Так что ситуация была в развитии, и я думаю, что трудные времена первое спортивное точно переживет легко. А в дальнейшем, конечно, почему бы нет? Можно мечтать о многом. Вот опять же смотрю журнал. Каких только видов спорта в первой спортивной за 80 лет не было. Журнал, который был издан как раз к 80-летию. Да, даже наш великий конькобежец, двукратный призер Олимпийских игр, Рафаил Грач, конькобежец был в первой спортивной. Да. И действительно такие знаковые имена и тренеров, и спортсменов. А вот современные ребята, они с этой историей знакомятся? Конечно. Мы журнал не только для себя выпускали, а именно для детей, для родителей, чтобы они знали. Вот сейчас напомню еще об одной личности, которая супер. Александр Александрович Серебров, летчик-космонавт. Кстати, заслуженный мастер спорта. Ему за рекорды в космосе присвоили это звание. Когда приезжал в Киров из Москвы, всегда заходил в детскую спортивную школу. Не всегда вообще образовательную, а в детскую спортивную. Всегда общался с детьми. Вспоминал всегда тренера с такой теплотой. Он занимался фигурным катанием. И благодаря тренеру, ну, как-то увлекся небом. Потому что тренер объяснял, что такое галактика, что такое звезды, что такое планеты. И вот когда с ним разговаривали, разговаривали раньше, он всегда очень тепло отзывался о спортивной школе. Поэтому мы проводим турнир его памяти. Теперь уже очень жаль с его личного согласия. Турнир памяти Сереброва по баскетболу. Он очень любил баскетбол еще. Ну, это вот здорово. Я о чем и говорю. Не только спорт, но и путевка в жизнь. Когда тренер по фигурному катанию прививает ребенку любовь к звездам, это говорит о многом. Это значит, вот это понятие «семья» полностью присутствует все 80 лет в вашей спортивной школе. Лена, расскажите, пожалуйста, какие праздники традиционные для вашей школы? Это могут быть и соревнования, и какие-то еще мероприятия. Да, почему еще интересно? Ну, во-первых, за вас порадоваться, то, что они у вас проходят. Во-вторых, просто у меня тоже маленькая девочка, она занимается художественной гимнастикой. В какой школе? Вятую стюшку. И когда мы выходим с тренировки и видим, что там тренируются большие девочки, она стоит, она может просто, не знаю, час стоять и смотреть, как они тренируются. Мы ходим обязательно на соревнования, смотрим. То есть это такое вдохновение для нее. Возможно, для наших слушателей, тоже у кого-то есть дети, кто бы с удовольствием приходил бы на ваши праздники и смотрели бы на ваших талантливых спортсменов. Традиционно соревнования у нас в школе существуют. Вот, турнир памяти Сереброва только что сказали. Что касается художественной гимнастики, у нас их два. Это межрегиональный турнир «Вятская копель», который проходит весной. И в январе месяце у нас проводится межрегиональный турнир памяти заслуженного тренера России по художественной гимнастике Ирины Николаевны Урванцевой, чья воспитанница я. Вот, всегда проходят они в дружелюбной обстановке. Всегда приезжают очень много городов, много спортсменок. Ну и... Так, ближайшие какие будут соревнования? Памяти Ирины Николаевны Урванцевой. Межрегиональный турнир. Когда это будет? Пройдет 9 января. Приглашайте всех желающих. Приглашаем. И из других школ тоже посмотрите. Мы приглашаем всегда, рассылаем все вызовы по городам. У нас уже есть традиционные города, которые к нам приезжают. Даже вот у нас девочка со мной училась, живет в Белоруссии, тоже собирается приехать. Ну это на самом деле здорово. Но мне вот всегда нравился ваш выпускной. Ну... Сейчас проходит? Проходит. Выпускные мы... Да. Про турнир 9 января, Орловская 12, турнир Урванцевой. Приглашаю всех. По выпускному. Выпускные мы проводим всегда в торжественной обстановке. На аллее высаживаем дерево в виде туи. Выпускники шары выпускаем с задуманными желаниями. Сколько деревьев уже посадили? Мы начали это со строительства нового спортивного комплекса, потому что знали, что все равно будем строить. И чтобы не повредить аллею, мы после того, как вот новый зал запустили, начали с 12-го года это делать. Ежегодно высаживаем. Причем с каждым годом выпускников у нас растет количество. Вот последний год, вот этот вот 16-й, май 16-го года, 20-го мая, было 53 выпускника. Значит, про праздники все-таки я не закончил. У нас такая традиция, старшие дети, будущие выпускники проводят новогодние елки для маленьких детей. Они сами сценарии, пишут сами, переодеваются, Деды Морозы, там, Бабы Яги, всякие Кощеи бессмертные и так далее. А маленькие дети напутствуют выпускников в торжественной обстановке, номера им показывают. Ну, трогательно смотреть на маленьких детей, которые... Принимают осветную палочку отпускников. Это действительно здорово. Опять же, подтверждение тому, что семья. У нас не так много времени остается. Мне бы хотелось все-таки остановиться на том турнире, который сейчас проходит. Это «Сердца четырех». Расскажите, чему посвящен, кто приезжает? «Сердца четырех» проводятся, эти соревнования проводятся по спортивной акробатике. Они посвящены памяти ушедших из жизни совершенно, как бы сказать, молодых девчонок. Юных. Юных. Очень талантливая была тройка. Талантливый тренер был Кушу Светлана. Значит, тройка была сформирована из девочки Краснодар, Ставрополь. И вот наша Настя Головизнина, Геровчанка, это была сборная России. Они победители первенства Европы, готовились к миру. В Туэпсе случился пожар, и они погибли. Вот в память об этой четверке, которая тренер и три девочки, мы проводим эти соревнования. Приезжает очень много городов. Вот нынше 19 из разных уголков страны. Ну, постараемся проводить с душой, потому что мы очень любили Настеньку. Она была очень скромная, очень талантливая, даже застенчивая. И совсем маленькая. И совсем. Да, действительно, эти соревнования, я была не раз, это очень трогательные. И очень здорово, что Киров вот эту традицию поддерживает даже в тот момент, когда другие города отказываются. Пусть эти соревнования будут всегда, но на самом деле Акробатика, Федерация Акробатики России, городу Кирова доверяет не один такой знаковый турнир. Какие еще соревнования по акробатике российского масштаба проходят у нас традиционно? Традиционно 39 лет уже проводим турнир в памяти Ивана Степановича Конева, нашего полководца и земляка. Вот на будущий год будет уже сороковой турнир. Тоже, как бы сказать, очень хорошо мы этот турнир проводили, особенно когда было к ВАТУ. К нам курсанты приходили, мы проходили торжественным маршем, цветы возлагали к памятнику Конева. Но сейчас, к сожалению, мы все это делаем только в зале. Поэтому возлагаем цветы, значит, портрет Конева. Ну, все как положено. Я не знаю, нам доверяют постоянно проводить соревнования первенства и чемпионат Приволжского федерального округа. Мы часто проводим первенства России. В прошлом году проводили чемпионат России по спортивной акробатике. Отзывы очень хорошие были о проведении. Ну, для слушателей. Чемпионат России – это самые важные соревнования в нашей стране по виду спорта. Проходят у нас? Проходили в Кирове. По итогам этих соревнований формируется сборная команда нашей великой державы для участия в чемпионатах Европы, чемпионатах мира. Это высочайший уровень и высочайшая ответственность. Кирову доверяют, потому что в Кирове есть первая спортивная. Скажите, пожалуйста, когда проводится набор и как родители могут заявить своих детей? Как-то нужно заявку подавать? И можно ли в течение года как-то подключиться? Вдруг кто-то болел там в сентябре? Да, в течение года можно подключиться, но желательно приводить детей в сентябре, потому что у нас школа. Я повторюсь, сложные технические виды надо постепенно, поэтапно вести ребенка и обучать его. Если ребенок пришел в середине учебного года, ну, например, в акробатике, научили кувырку назад, вперед, стойка на лопатках, а приходит новичок, с ним индивидуально надо заниматься. Поэтому лучше в сентябре. Ну, а если кто-то все-таки придет, дадите шанс попробовать? Обязательно дадим, потому что вдруг это чемпион мира. Возможно. А возможно и в будущих Олимпийских играх. Акробатика будет в 2020 году представлена в Олимпийской программе. Вот это, кстати, новость. Это супер новость. Это огромная победа Федерации, Всемирной Федерации. Вы в каком формате Всемирной Федерации? В спортивной гимнастике? В спортивной гимнастике. Это огромная победа. Будет представлен только один вид, смешанные пары, но тем не менее, это первый шаг. Я думаю, что будут и другие шаги сделаны. И будут победители из вашей школы, Олимпийцы. Я надеюсь, обязательно будут. И другие виды акробатики наверняка будут представлены уже не к следующим, а к последующим. Ну, на этой прекрасной ноте завершается наша программа 3-4. Спасибо вам большое, что к нам сегодня пришли. Евгений Ефимович Зыков, директор детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 1. Елена Журавлева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Илья Кузнецов, тренер-преподаватель отделения баскет-гол. Удачи вам, дорогие коллеги! Продолжение следует... Три-четыре!